Я директор Департамента инновационного развития промышленности Харьковской областной администрации. Чем занимается Департамент? Департамент, согласно положению, занимается, если в крупном, обеспечением реализации государственной промышленной и науково-технической политики в отраслях машиностроения, химической промышленности, легкой промышленности и деревообрабатывающей. Это те отрасли, которые так или иначе подчинены Департаменту. Если в целом о промышленности Харьковской области. В Харьковской области всего промышленных предприятий порядка 3,5 тысяч. Так или иначе, подвержены статистическому учету регулярному, ежемесячному, порядка тысячи из них. Это я подвожу дальше к показателям работы. Это сразу уточните, потому что мы не вводим новой ситуации. Что значит тысяча? 3 тысячи всего зарегистрировано? 3,5 тысячи работающих предприятий. Мы все оперируем в данный момент, законно оперируем, статистической информацией, которую получаем от нашего областной статистики. Областная статистика по предприятиям ежегодно собирает информацию о всех 3,5 тысячах, более чем 3,5 тысячи предприятий. Но ежемесячно ведет обработки и учет 973 предприятия, если я не ошибаюсь. Это я к чему? О том, что есть рейтинги показателей и критерии оценки работы промышленности области. Один из них, это главный критерий, который и во всех постановлениях и прочих вещах при оценке и сравнении деятельности областей идет номером один, это индекс промышленной продукции. Что такое индекс промышленной продукции? Фактически индекс промышленной продукции, такой параметр, начал использоваться в Украине с 2009 года. До этого оперировали в большинстве объемом выпущенной продукции и объемом реализованной продукции. В настоящее время такого понятия, как объем выпущенной продукции, в статистике не ведется в учет. Что немножко осложняет там жизнь, скажу почему далее. То есть индекс промышленной продукции. Это такой интегрирующий показатель, по которому косвенно можно судить состояние экономики области в целом. Индекс промышленной продукции. Учитывает в натуральном виде количество выпущенной продукции. В данном случае берется порядка 600-700 номинований продукции, которые учитываются в натуральном, то есть в количественном виде выпуски. Та продукция длительного цикла производства, как, например, заводами Малышева, турбинный завод, там, где выпускают очень долго, несколько месяцев или годами, какую-то единицу продукции. Там берутся человека-часы. Потом они в конечном итоге, конечно же, приводятся к некому одному знаменателю и составляют этот индекс. Индекс берется как сравнение с предыдущим периодом. Либо накопительно январь и текущий месяц, либо по сравнению с предыдущим месяцем. То есть индекс показывает динамику, плюс или минус, но он не показывает абсолютный объем. Чем хорошо, а чем это плохо? То есть мы для того, чтобы, еще раз, этот индекс рассчитывается по общенациональной и далее с дроблением по областям. Мельче он не рассчитывается. Узнать индекс промышленной продукции конкретного предприятия, это не суразится, это невозможно. Но, тем не менее, определять, насколько качественно работает предприятие, необходимо. Поэтому мы вынуждены, тем не менее, использовать количество выпущенной, объем выпущенной продукции. Но, еще раз повторюсь, что такого показателя предприятия сейчас не обязаны сдавать ни в статистику, ни в соответственно областной администрации. Поэтому мы, а объем выпущенной продукции напрямую коррелируется с индексом промышленной продукции. Так долго рассказываю, чтобы было понятно, о чем будем потом говорить. Но, а поскольку есть объем реализованной продукции, и о этих цифрах мы будем далее говорить, то с определенной долей вероятности, анализируя объем выпущенной, реализованной продукции, мы можем говорить, как же будет изменяться и прогнозировать, и каким-то образом пытаться влиять на индекс промышленной продукции. В общем, влиять, это, конечно, громко сказано. Мы можем его только рассчитывать и прогнозировать. Влиять мы можем на работу предприятий, потому что еще одной из задачей департамента является осуществление мероприятий, направленных на эффективность деятельности предприятий. То есть, в настоящий момент ежемесячный объем выпуска продукции, реализации выпуска продукции, в целом оценивается, как 7-8 миллиардов, то, соответственно, за полугодие, скажем, умножаем 7-8 и получаем плюс-минус 50 миллиардов гривен. Речь идет о гривнах. Когда индекс промышленной продукции меняется, скажем, на 1%, то это речь идет о изменении величин порядка миллиарда гривен. То есть, если изменился индекс, это о том, как можно его учитывать. Ну, теперь можем поговорить о конкретных индексах промышленной продукции, которые у нас мы имеем на сегодняшний день. И о чем это говорит. В целом, в данном случае сейчас я говорю, индекс промышленной продукции накопительный за период январь-июнь, то есть на 1 июля, он составляет 82,4%. Это говорит, что, еще раз, это не объем выпущенной продукции, это не объем реализованной продукции, это некий показатель, показывающий количество выпущенной продукции. Конечно же, он, само собой, приводится к неким единым величинам, потому что нельзя посчитать промышленной продукцией, является и передача электроэнергии, и выпуск ложек, и мороженого, и турбину, турбоатому. Теперь, насколько это, то есть промышленность, индекс промышленной продукции, если сравнить с полугодием 2014 года, составляет с прошлым годом, в этом году, 82,4%. По Украине это цифра 79,5%. То есть, как бы, знаете, ну, неплохо называется. Мы, когда уже лучше, чем, это радует. Далее, конечно, можно рассмотреть теперь по отраслям. По отраслям тоже рассчитывается индекс. Там, где у нас хорошо, где у нас плохо. Хорошо у нас вырубнится химичных рычаговин и химичной продукции. Здесь индекс составляет 131,8%, при том, что по всей Украине данный показатель всего лишь 78. Где у нас еще хорошо? В Харьковской области. Это вырубнится основных фармацевтических продуктов. 108 против 87. Ну, пожалуй, все, где мы, Харьковская область, выше Украины всей. Где у нас совсем хуже? В данном случае, по стачанию электроэнергии и газу. Это 68% против у Украины 84. Но следует сказать, что здесь большую долю оказывает Змеевская ТЭС, которая сейчас стоит. Как только она запустится, этот показатель резко возрастет. А при этом доля, следует сказать, что в индексе промышленной продукции, значит, большая доля пищевой отрасли и обосточение электроэнергии и газу. Пищевая промышленность занимает порядка 22-28%. И среди них, что относится к пищевой промышленности, Филипп Орибс, которая составляет 8-9% в ее вклад в индекс. Поэтому, чем больше наши с вами сограждане травятся, тем больше у нас индекс промышленной продукции. Также в пищевой промышленности, хотя я должен сразу говорить, что он не департамент, а я так в целом или без, в сферу деятельности пищевая промышленность не относится. Только машиностроение. При этом большое значение на индекс также оказывают наши пивные производители и производители хмеля. Там у них тоже порядка 8. И, естественно, эти две отрасли падают, потому что, вернее, эти две сферы. Почему? Основная вся беда нашей Харьковской области. Мы очень сильно завязаны на поставке как на восток Украины, так и на Российскую Федерацию. Харьковское пиво было и в Крыму, и в Донецке, и в Луганске. Точно так же сигареты. Поэтому падение обусловлено в этих отраслях именно этими факторами. В данном случае мы при индексе промышленной продукции, он напрямую коррелируется с выпуском продукции. Но можно говорить и о уровне реализации продукции. И мы каким-то образом больше оперируем этими величинами, потому что они есть в статистической отчетности. Но почему они не отражают напрямую индекс промышленной продукции? Предприятие, например, тот же Турбоатом, может год делать турбину, показывать постепенно каждый месяц данные, насколько они затратили. Это норма часов, но при этом в реализованной продукции будет ноль. Потом в один прекрасный момент они подписали договор купли-продажи, накладные, и это говорит о том, что они осуществили продажу. После этого индекс промышленной продукции не возрос, но объем реализованной продукции значительный. Есть у меня цифры о реализованной продукции. Скажем так, те гиганты, которые дают львиную долю объема реализации. Это Турбоатом и Электротяжмаш, которые дают более 2 миллиардов реализованной продукции в год. При этом помним, что в месяц, говорил 7-8 миллиардов в год реализации продукции в месяц в Харьковской области. В год каждое из предприятий дает, то есть их доля большая, но по большому счету она не критичная. То есть абсолютно не 100% не определяющая. Так, по реализованной продукции. Турбоатом практически полугодие прошлой соответствует полугодию этому. Но при этом мы должны понимать, что фактически в натуральном виде, то есть в штуках, произошло падение. С учетом того, что контракты Турбоатома в большинстве своем это валютные контракты, а данные в статистической учетности они падают в гривни. То есть если мы говорим о том, что за прошлое полугодие было 1 миллиард 100, а в этом 1 миллиард 180, то мы должны понимать, что мы знаем, какая инфляция и насколько упал гривна-доллар в соответствии, то это, конечно же, просадка. Завод «Электротяжмаш». В прошлый год за полугодие они показали реализацию 1 миллиард 100, в этом 880 миллионов. То есть даже падение в абсолютных величинах в гривне. «Южкабель». В этом году 340 миллионов, в прошлом году 350 миллионов. Еще раз повторюсь, за полугодие. Следующий гигант. Харьковский тракторный завод. В этом году показывают 350 за полугодие миллионов, в прошлом году 442. ФЭД 287 в прошлом году, 240 в этом году. Ну, свет «Шахтера» 270 на 237. То есть, увы, к сожалению, объем реализованной продукции падает. И сейчас мы поговорим больше о причинах. А турбоатом, понятно, турбины. «Электротяжмаш». Они выпускают к этим же турбинам генераторы и тяговые двигатели. Это основные виды продукции. Тяговые двигатели для тепловозов, электровозов и для них же генераторы. Ну и следует сказать, что, увы, Министерство института структуры не в прошлом году, не в этом году, не знаю, как в следующем году, не предусматривают в своем бюджете изготовление и ремонт тепловозов. Ездят на старых. Поэтому сейчас «Электротяжмаш» в основном в своем работе на российский контракт. Сейчас поговорим. Давайте я закончу. Ну, собственно, все. С точки зрения… Что сейчас выпускается? «Светшахтера» – шахтное оборудование. Специализировано шахтное оборудование. Подъемники. В общем, всякая механизация шахтная, которая, естественно, стоит, потому что их основной заказчик все воюет на войне. Важный такой есть параметр, который как-то задвигается, немножко задвигается при оценке анализа работы. Смысл существования предприятия, как частного, так и государственного, он один, самый важный. Это получение прибыли. Прибыль для собственника. В данном случае собственником может быть как государство, так и частные лица. Вот теперь о прибыли. Турбоатом. То есть прибыль говорит о чем? Насколько они выплатили своим дивидендам, могут выплатить своим собственникам дивиденды – это деньги, плюс налоги. Или что может впервые – это налоги. Предприятие, которое молотит большие обороты с нулевым итогом, занимается только созданием рабочих мест. С точки зрения государства только это. Ну, как бы этого, мне кажется, мало. Ну и еще раз к прибыли. Прибыльные предприятия. Ну, в общем-то, следует сказать, что речь опять же идет о миллиардах, миллиардных в целом по области величинах. Они плюс-минус друг друга уничтожают. Предприятия, которые показывают прибыль, не покрывают тех величин предприятий, которые показывают убыток. Например, прибыль турбоатом за первое полугодие, а, прошу прощения, это за первый квартал у меня, не буду убрать. Это 684 миллиона, показало. Прошлый год за первый квартал 673. Электротяжмаш. Здесь цифра немножко поменьше. Всего лишь 2 миллиона. В прошлом году за первый квартал было 22 миллиона. Частные теперь предприятия, знаете, как говорят о том, что частный собственник – это эффективность, что государство – неэффективный собственник. Ну, в целом, предположение верное, но все-таки с оговорками. Рассматриваем ХТЗ. В прошлом году, в первом квартале, прибыль была 450 миллионов. В этом году – 150 миллионов убыток. Наш гигант ХАЗ. В прошлом году за первый квартал 390 миллионов убытка. В этом году за первый квартал – 130 миллионов убытка. Это про государственные предприятия. Опять частные предприятия. Харьковский подшипниковый завод. За первый квартал прошлого года – 732 миллиона убытка. И в этом тоже полмиллиарда убытка. За первый квартал частные предприятия показывают полмиллиарда убытка. А кому принадлежит это предприятие? Кто, собственно? УПЭК. Предприятие – это предприятие корпорации УПЭК. Как оно существует, мы должны при этом следует сказать, что в целях борьбы с коррупцией и прочими вещами областные власти запрещено напрямую вмешиваться в деятельность хозяйственных субъектов. Как частных, так и государственных. Единоличным управляющим органом милиция-директор, надзорным органом, относительно полномочным, является управляющая структура. В данном случае либо министерство у некоторых предприятий, либо корпорации государственные. Укроборонпром, космическое агентство. Это о том, что... От чего такие результаты? Ну, в общем-то, от объективно-субъективных факторов. Возьмем наш гигант ХАЗ, который этот год стоит полностью, в штате больше трех тысяч человек. Все это уже полгода он фактически в целом вынужденном простое. Что такое вынужденном простое? Это люди сидят дома и получают две трети оклада своего. Но они при этом не увольняются. Кто-то сидит дома, кто-то где-то работает, это уже не важно. Но предприятие в тяжелом экономическом положении. Оно в положении банкротства. При этом для того, чтобы санировать данное предприятие, надо где-то взять 2 миллиарда ривен. Это для санации, для того, чтобы покрыть их все долги, которые у них накопили за это время. Для того, чтобы они могли конкурировать на рынке, им нужно еще миллиард ривен, для того, чтобы сделать определенный ряд действий, чтобы их продукция была конкурентоспособной. Тут вопрос возникает, а надо ли в Украине два авиационных гиганта, Антонов и наш ХАЗ, конкурирующих. Пока побеждает, понятно, Антонов. Но вопрос тогда социальный, если что дальше делать. Очевидно, что такие решения не решаются на уровне области, хотя мы регулярно в министерство пишем свои предложения, нас спрашивают, мы отвечаем. Это ХАЗ стоит, нету ни заказов. Следующий гигант, о том, что все очень неплохо, дела идут турбоатом электротяжмаши на наших гигантах. Коммунар, предприятие дорабатывает этот год на старых контрактах российских, которые исполняются, их космические заказы, так же, как и наш Хартрон. После того, как будут выполнены эти заказы, вы знаете, что и в России, во-первых, и сворачивается немножко космическая программа, у них там все время неудачи, да, мягко выражаясь, и происходит импортозамещение. Как у нас оно идет, так и в России. То есть перспективы большого гиганта коммунара на следующий год, мягко выражаясь, печальны. Работать на другие отрасли, наши предприятия, увы, избалованные российским рынком, советским, постсоветским рынком, наши предприятия выпускать конкурентоспособную продукцию не стремились, мягко выражаясь. Например, еще один наш большой, не так давно был, на заводе радиореле. Достаточно такое сильное предприятие, устойчивое на данный момент. Но, вы знаете, я в детстве радиолюбительствовал. Ну, мне там, я знаю, лет 10, наверное, было. И вот я помню детали, которые я паял. Вот за эти годы радиореле выпускают ровно их же. Может быть, там, конечно, внутри что-то изменилось, но внешне ровно те же реле. Конечно, они работают, когда спрашиваем вас, на какой рынок работаете? Ну, там, напрямую 20% на России, все остальные на 8% на местного, нашего, украинского. Дальше, а кто? А коммунар? А коммунар на 100% работает на России. То есть, фактически, рано или поздно, и стабильно работающие предприятия, так как радиореле, если они сейчас не перестроятся, не наладят новый, конкурентоспособный выпуск продукции на мировом рынке. Но почему китайцы могут? У нас все есть для этого. Базы, прочее, все есть. То есть, в большой степени состояние предприятия зависит от субъективного такого субъективного фактора, как руководитель. Торбогатом, сильный руководитель Субботин, соответственные предприятия. Электротяжмаш, там и руководитель сильный, и сильный, там командная работа. Сильная команда. Неплохие результаты. Тот, кто не занимался все эти годы, снабжал просто наш постсоветский технический барк, у того будут сложности. Южкабель, к примеру, достаточно сильное предприятие. В последнее время у них сложности в связи с чем? В связи с тем, что Россия защищает себя так же, как и Украина. Все комплектующие у них в большом случае, в большом случае, в своем были российские. Тот же закупка алюминий, правильный, качественный, хороший алюминий, был российский. Теперь они их покупают в Европе, но российский, на 15-20% дороже. И так во многих отраслях. Если или рынок сбыта, или же поставка комплектующих у нас российский, конечно же, для того, чтобы экономика Украины и области двигалась вперед, необходимо прекращение войны. Необходимо прекращение войны, необходима стабилизация нашего большого в прошлом партнера России. Я не говорю о политике, я здесь говорю о экономике. Почему сложно нашим предприятиям конкурировать с зарубежными предприятиями? В большинстве своем там частные компании. В нашем, кроме частных компаний, доля большая, гигантам, все-таки еще остается государственных. Для того, чтобы перевооружиться, для того, чтобы сделать конкурентную способность, но уже деньги. Наши предприятия государственные имеют в основном долги, которые, накопленные годами, за 23 года, мало им уделяли внимания предприятиям, мягко выражаясь. Есть немножко отголоски советской эпохи. К примеру, предприятие, институт научно-исследовательский, когда-то был большой, огромадный, сейчас он уплотнился до небольшой группы ученых, которым там средний возраст 55-60, но, тем не менее, выпускает какую-то конкурентоспособную научную продукцию. Скажем, у них есть фонд оплаты труда, но при этом этот институт обязан выплачивать самостоятельно научные пенсии. Ну, представьте, если предприятие, когда-то было несколько тысяч человек, разработчик-конструктор, которые заработали ученые пенсии, сейчас предприятие работает, не может, вся его работа идет на покрытие этих научных пенсий. Ну, мне кажется, это все-таки задача государства, а не предприятие конкретного. И прочие подобные вещи тянут назад наши предприятия. Для того, чтобы, например, пример из электротяжмаши. Разрабатывают они генераторы, разрабатывают конкурентоспособные генераторы, разрабатывают качественные генераторы. Там, на мой взгляд, есть немножко проблемка. Они выиграют иногда раз с точки зрения ценовой политики. Ну, например, там радуются, я знаю, что генератор, предложили они 28 миллионов за какой-то генератор, а ближайший, 23 миллиона, а ближайший конкурент выдал только 31 миллион. Но при этом не факт, что наш завод победит, сейчас расскажу о чем. То есть они дали 23, ближайший конкурент дал 31. 23 и 31 очень большая разница между одним устройством. Это плохая, наверное, экономическая разведка. То есть для того, чтобы было, им надо дать было не 23, а 30, для того, чтобы выигрывать. Но в подобной ситуации было, когда они, другая ситуация, когда электротяжмаш предлагал, участвовал в тендере. Предлагали они, скажем, устройство, я не буду, я, конечно же, говорю, цифры приблизительные, там 30 миллионов за свой генератор. И некая компания предлагала 90 миллионов. Это был индийский контракт. Выиграла компания, которая предложила за это же устройство 90 миллионов. Почему? Потому что за 90 миллионов поставлялась продукция со строчкой платежа на 5 лет и с рассрочкой на 30 лет. Наш электротяжмаш не способен за свой счет, у него нет денег дешевых, то есть самая большая проблема наших предприятий. У них нет дешевых денег под 1, 2, 3, 5 процентов годовых на перевооружение и на выпуск продукции. Вот в связи с этим они будут конкурировать. Это экономические аспекты промышленности. За собой они тянут, конечно, социалку. Большое наследие того постсоветского, когда предприятие содержало на себе большую социальную сферу, тянет предприятие назад. Например, наш бывший гигант Хеймс, на котором работало 15 тысяч человек. Громаднейшее предприятие. В настоящий момент на базе этого предприятия можно снимать фильмы постапокалипсис ситуации. Работает порядка 150 человек максимум. Из них технического персонала меньше половины. Бабушки, дедушки. В дождь, был там я, когда пришел дождь, стоит женщина. На поддоне вокруг нее вода. Электрические кабеля свисают, разобранная изолента свисает. Она вручную каким-то кулечком отмеряет порошок, чтобы чего-то там прессовать. Ну, это прошлый век. Такое предприятие надо, только для этого нужна государственная воля. Закрыть, ликвидировать, то, что остатки, конечно же, людей, остается, что люди. Этих 150 надо передать кому-то, тому же электротяжмашу. Отдельным участкам, не цехам даже. Достаточно будет. То оборудование, которое у электротяжмаша, там станки прошло, все хорошее, уже там нет ничего, там есть только металл. Передать тех же людей, чтобы перераспределили, чтобы не было ни увеличивая безработица. Просто жаль. Гигант потерян для города и для Украины. Иван Иванович, наверное, перейдем к вопросам. Ну, можно говорить очень долго еще. Если подробно, то мы... Ситуация очень странная, плохая. Ну, я бы не характеризовал ее, мы же помним, что она разношерстная. Есть электрохемс, который фактически, простите, нету его. Есть турбоатом, есть электротяжмаш, есть ХТЗ, есть подшипники завод, которые работают. Дальше вопрос мелких нюансов. То есть все... Давайте все-таки закончу. То есть для того, чтобы наша промышленность украинская, в том числе и харьковская, нужна государственная поддержка. Кредиты. Нужны программы развития. У нас сейчас отсутствует полностью, отсутствует какая бы то ни была программа развития промышленности, в том числе авиационной. Нам нужны государственные заказы. Наши оборонные предприятия, Малышево, бронетанковые, только сейчас вздохнули чуть-чуть, слегка, только чуть вздохнули, потому что пошли оборонные заказы. А как мы понимаем, что нельзя надеяться никого, наша армия должна быть сильна, и понимаем почему. Тот же ХАС, пару самолетов бы, спасли бы этот гигант. Я знаю точно, что программа поддержки промышленности существует, она готова, готова в презентабельной ее части, разработана. Разрабатывалась она хорошими, значительными специалистами. Немножко она разрабатывалась еще, когда это было Министерство промышленной политики. Я думаю, что, я надеюсь, что в ближайшее время есть, я знаю, что есть такие планы, о том, что эта программа будет поднята, возоблена в ее рассмотрении. Почему программа заброшена? В связи с политической ситуацией, а далее немножко перемена министерств. Было Минпромполитикой, стало Минэкономикой. И о том, что Минэкономикой, в общем-то, орган, который, были такие слухи, в ближайшее время, может быть, будет реорганизован или ликвидирован. Поэтому, конечно же, мы надеемся, мало того, что надеемся, я знаю, что это есть и что это будет. Но в то же время понимаю, что любая программа подразумевает либо наличие денег и больших денег, либо смысла в ней нет. Просто декларировать, как были у нас времена, программа задекларирована, под нее не выделены деньги, ну, ничего. Зарубежные инвесторы заинтересованы, вкладывают в Харьковскую область, чтобы создавать какие-то крупные производства? Да. И это происходит. Но, опять же, вопрос. Сейчас уже понимаем мы, что очень много было у нас инвестиционных программ под государственные гарантии. Частично они были, в том числе, государственные долги Украины, увы, и состоит и из этого. Возврат инвестиций под государственные гарантии. Я точно знаю, что в настоящий момент рассматривается два больших инвестиционных проекта. Одних – это строительство содового завода. Это руководитель Ньюхим его продвигает, Довалюк Ирина Георгиевна. Здесь порядка 200 миллионов долларов проект строительства содозавода. Сейчас сода у нас либо остатки старые, либо это импортная. Содовый завод остался в Крыму. Поэтому насущно. Это один инвестиционный проект. Не только в Крыму остался. Порезался в Исичанский. Порезался. Ну, я же о том, что действующий остался в Крыму. Не действующих – да. Второй проект – это проект переработки низкокалорийных углей, низкосортных углей, которыми Украина достаточно богат. залежи. Данный проект разработан Институтом Гипрококс-Харьковским под руководством руководителя Рудыкта Виктора Ивановича. Проект обширный. Там плазменное сжигание, суть его кратко, плазменное сжигание углей и переработка фактически химических превращений во что угодно, в том числе и в топливо. Топливо для двигателя внутреннего сгорания. В том числе это сырьево-химическое, в том числе это может быть тот же газ, который в трубы, но тут разная экономическая эффективность. То есть мы можем большие залежи наших бурых углей, которые в том числе находятся в Харьковской области, а в Украине, дайм, на Донбассе уже существует профицит угля низкосортного. Их есть чем переработать, есть институционный проект, есть потенциальный инвестор. Порядки этих инвестиций очень большие. Это от миллионов долларов, от сотен миллионов долларов до трех с половиной миллиардов. И когда начали реализации этих проектах? Они в стадии проработки. В стадии проработки почему? В данном случае инвестор нужны гарантии государства, но он не просит финансовых. Он просит гарантии с точки зрения выделения площадок земельных. В чем проблема? Есть фактически банкрот и заботы? В проблема пока достучаться. Чем занимаются разработчики инвестпроекта? Достучаться. Они активны. Но это нормальная работа. Они занимаются сейчас лоббированием. Это хорошая фраза. Лоббируем своего инвестпроекта. Я знаю, что капиталисты обычно обозначают сроки. У них все четко. Пока до срока капиталисты сказали, что мы с вами будем рассматривать проект уже со сроками, когда у вас будут такие-то гарантии государственной, не финансового характера? Сейчас, в общем, на стадии реализации никаких проектов в Казахстанской области нет. Крупных, больших нет. Мелкие есть. Ясно. Сейчас, в основном, если это энергоэффективность и всевозможность инвестиций, гранты, это котлы. Не могу сказать. Не знаю. Скажите, пожалуйста, мы с вами говорили, хочу, чтобы вы озвучили. Может быть, в Украине не нужны сейчас большие машиностроения предприятия? Может быть, нужно как-то более технологичную, электронную, электронную, айтишную производство? Айти-острось у нас, по-моему, развита и так очень неплохо, только аутсорсинг работает. Конечно же, страна должна заниматься, люди должны заниматься там, где есть деньги. Конечно же, в машиностроении, в тяжелом, есть деньги. Конечно же, по-прежнему турбоатом, электротяжмаш. Это, еще раз, два гиганта, у которых продают в наше трудное время, реализуют продукции, два миллиарда в год каждый. И у них планы выхода в ближайшие годы на 10 миллиардов и свыше. При таком больших оборотах, это же деньги для страны, это налоги, это, конечно же, то есть, как в любой стране, как везде бизнес ищет, где можно заработать деньги. И, конечно же, большое машиностроение никуда оно не делось. Еще долгие годы будут турбины. Не знаю, будут ли возобновляемые источники энергии солнечные, ветровые и прочее, но пока турбины атомные. И гидротурбины это львиная доля электроэнергии, которая производится в мире. Они будут существовать очень долго. Происходит строительство новых, новые, происходит их реконструкция. Эти отрасли, вот в них есть о том, что они будут, это большая уверенность, о том, что они будут принесить прибыль. железнодорога, она пока еще есть и будет, тягловые двигатели, генераторы, для них, для электротяжмаша. Это большой рынок, и они, электротяжмаш, делают хорошие, качественные двигатели. Уничтоженный станкострейльный завод, Сербангл, будет восстанавливаться или без перспективного пойдет? Без перспективного, на мой взгляд, я сейчас буду говорить только свое, не государственное видение, да, свое, о том, что, ну, все, то, что упущено, то, что разграблено, восстанавливать смысла нет, никакого. Это отставание в 20 с лишним лет, мы и так отстали в Советском Союзе, да, отставали от всего мира, но потихонечку заводы, те, которые сейчас эффективны, они нагнали, так или иначе, или, по крайней мере, удержали лидерство. Когда завод не работал долгие годы, они растеряли квалификацию, растеряли качество продукции, разговаривали мы с тем же электротяжмашем, о том, что им нужны какие-то уникальные станки. Почему не заказали? Говорят, да мы пробовали, но полное отсутствие электроники, там они же опять разрабатывают, они разрабатывают хорошие станки, там какого-нибудь там 65-го образца 70-го года, не более. Это прошлый век. Автоматы, это уже не их. Могли бы вы назвать заводы в Харькове, в Харьковской области, которые являются перспективными? Какие есть перспективы развития сейчас? Остальные, понятно, что? Ну, заводы, 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 которые реально сейчас высокооборотистые, конечно же, это они. Могу по списку перечислить. По-прежнему, Турбоатом, это с точки прим. Сейчас вы смотрите, рейтинг с точки зрения реализованной продукции. Турбоатом, электротяжмаш, Южкабель, тракторный завод, ФЭД, Светшахтера. Ну, дальше я могу, при этом я называю заводы машиностроительные, назвал. Ну, в общем-то, все. Плиточный завод? Вы знаете, плиточный завод, я вам не могу ничего сказать, потому что не входит в сферу деятельности департамента. Это строительные заводы. То есть, я могу говорить об общих цифрах и более конкретно о машиностроительной отрасли. Есть еще вопрос. Поэтому ДСК, Крона Украины и прочие эти гиганты, которые дают большой удельный вес тоже в промышленности, ну, никаких подробностей я не сказать не могу. Плиточный завод, мы уже, не надо быть знатоком или директора департамента, чтобы понимать, что, когда мы приходим на магазин плитки, то плитку Харьковского плиточного завода, если она там есть, то где-нибудь там стенд совершенно, который мы не смотрим. Цена-качество несопоставима. Вы ее купите дешево, потом плиточник ее не сможет положить, потом она потрескается, обколется и прочее. Увы, самая большая проблема наше это качество. Спасибо. Если у меня вопросов последний и будем завершать, скажите, пожалуйста, очень просто странно слышать из уст чиновника, нужна государственная поддержка. На региональном, на областном уровне ваш департамент инновационного развития какая программа, которая эффективно помогает предприятиям? Смотрите, я начинал свою речь на всякий случай. из того, что основная цель, которая изложена в положении департамента, фактически то, чем занимается областная администрация с точки зрения промышленности. Цитирую. Забочу поведение реализации державной, промысловной, науково-техничной, политики. Разработка программ подразумевает наличие средств. Любые программы, которые без средств, это зря потраченное время. Мы, конечно же, занимаемся. Какие программы работают? Нет в Харьковской области, так же, как и в национальных, программ развития промышленности. Отсутствует. Нет ни одной программы. Ваш департамент выполняет статистические функции? Кардиационные, может быть. Да, статистические кардиационные. Именно так все. Контрольные. В меру называются свои наглости, потому как юридически предоставленных полномочий нет. Спасибо. Спасибо. Если вдруг будут уточняющие вопросы, милости просим, задавайте их персонально. Поскольку мне было вменено в обязанность провести этот брифинг, то, следовательно, я имею право, вообще, по-хорошему, я должен заниматься своей прямой деятельностью, а всевозможные ответы на вопросы СМИ должны давать соответствующий департамент областной администрации. Поэтому, когда иногда ко мне обращаются, я говорю, приватно могу сказать пару фраз. Официально вы должны соблюсти бюрократическую процедуру и зайти через соответствующие органы областной администрации. Ну, рассказывают так, как есть, да, это субординация, это, на всякий случай, как лоббирование, говорил, да, и бюрократия это вещь неплохая, просто, когда она умерена. В данном случае она есть. Поэтому субординацию надо соблюдать. Всем спасибо.